В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале короткое главное. Народ выбирает, Центр избирком считает. Предварительные итоги голосования озвучились сегодня на пресс-конференции. 33 машины скорой помощи, оснащенные по последнему слову техники, поступили в Медорганизации Дагестана. Обновленные школы с уютными классами. В двух образовательных учреждениях Ногайского района провели капитальный ремонт по программе 100 школ. Предварительные итоги голосования озвучились сегодня на пресс-конференции в Центр избиркоме республики. На данный момент обработано 99% бюллетеней по выборам в Народном собрании республики. Как сообщил председатель избиркома Магомед Дибиров, Единая Россия на выборах в республиканский парламент набрала более 73% голосов. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила более 84%. Также стали известны лидеры голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации по одномандатным округам республики. Это был Хаким Гаджиев, Джамаладин Гасанов и Мурат Гаджиев. Голоса избирателей распределились следующим образом. За Всероссийскую политическую партию Единая Россия проголосовало 73,94% избирателей республики. За Социалистическую политическую партию Справедливая Россия по трёту за правду проголосовало 12,48% избирателей республики. За политическую партию КПРФ проголосовало 11,65%, но и за политическую партию ЛДПР, Либеральная демократическая партия России, и за Всероссийскую политическую партию Партия Роста проголосовало за каждую менее 1%. 33 машины скорой помощи, оснащённые по последнему слову техники, поступили в медорганизации Дагестана. Они будут распределены на станции скорой помощи Махачкалы, Каспийска, Дербента и других городов и районов республики. Премьер-министр Абдулпатах Амирханов передал ключи от реанимобилей представителям медорганизации и поздравил всех лично с таким необходимым и важным для сохранения здоровья наших граждан мероприятием. Съезд медиков и ученых со всей страны и зарубежья прошел в Дербенте. Встреча состоялась в рамках третьей Всероссийской научно-практической конференции, посвященной столетию Академии Коран Гавриила Элизарова. Специалисты на протяжении двух дней обменивались мнениями и успешным опытом в области ортопедии и травматологии в колледже имени Элизарова. Кроме того, в рамках конференции проводились мастер-классы для местных медиков, а также был объявлен прием специалистов. Все желающие смогли пройти осмотр и получить бесплатную консультацию травматологов-ортопедов. Услугой воспользовались более 500 человек. В двух школах Ногайского района провели капитальный ремонт. Учебные заведения получили госфинансирование по программе «100 школ», благодаря которому и удалось улучшить условия для учеников и педагогов. А насколько теперь в учебных заведениях стало комфортно, оценил мой коллега Хамзанур Магомедов. Проект «100 школ» в Дагестане реализуется вот уже с 2018 года. За это время удалось отремонтировать более 300 учебных заведений. Школа села Адыге Ногайского района в этом году попала в список нуждающихся. В нашей школе намечались такие виды электромонтажные работы, ремонтно-строительные работы в пищеблоке и ограждения. На сегодняшний день, первому сентябрю, уже завершены электромонтажные работы и ремонтно-строительные работы в пищеблоке. В Адыгейской школе обучается всего около 100 ребят. По словам директора, учебное заведение становилось непригодным для обучения. И благодаря госпроекту удалось создать уют в коридоре, учебных классах и столовой. Результатом довольны и преподаватели. Стало светло, на самом деле. Сделали хорошую работу, провели. Удобно заниматься. Всё на своих местах. В столовой у нас хороший ремонт. В проект «100 школ» вошла также школа села Ленинаул Ногайского района. Каждое учебное заведение получило на ремонт около 2 миллионов рублей. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Ногайский район. В Каспийске с размахом отметили День города. Празднование 74-х летия прошло в городском парке имени Халилова. Управление культуры города организовало обширную развлекательную программу и конкурсы. Представление показали воспитанники детской школы искусств и аниматоры из Дома творчества. Также на мероприятии была организована выставка творческих работ детской художественной школы. А для совсем юных каспийчан прошел мастер-класс по художественной работе. Каждый желающий ребенок мог сесть за столик и под руководством педагога попробовать свои силы в рисовании и своими руками сделать поделки из бумаги. В правительстве Дагестана обсудили вопросы сотрудничества республики с фондом ЖКХ. Говорили о возможности получения финансовой поддержки за счет фонда ЖКХ на ремонт коммунальной инфраструктуры и досрочном переселении людей из аварийного жилья. По этой программе расселены уже 33 семьи. До конца года осталось расселить еще 130 человек. Дербенский городской суд арестовал руководителя компании «Первый строительный холдинг» Марата Гюльметова. Он подозревается в хищении у дольщиков более 100 миллионов рублей. Ранее гражданин находился в федеральном розыске. Его задержали в Москве и доставили в Дагестан. Как выяснилось, он под предлогом организации долевого строительства 16-этажного дома в Дербенте завладел деньгами свыше 45 местных жителей. В отношении подозреваемого открыто уголовное дело. Два человека погибли и еще двое пострадали в результате ДТП. Авария произошла в Дербентском районе. По предварительным данным, «Шевроле Ланос» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хионде Саната», который от удара вылетел в кювет. В результате столкновения водители-пассажир «Шевроле» скончались на месте аварии. Водитель «Хионде» и его дочь получили травмы и были госпитализированы. Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди посетила делегация из Кизляра и Кизлярского района. На встрече с духовным лидером присутствовали представители различных сфер деятельности. Это медицинские работники, преподаватели, деятели культуры, блогеры и не только. Они обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания жителей республики. Гости отметили большой вклад муфтията в сохранении мира и стабильности в регионе. Настолько вы великий человек. Я работаю в школе, я помню как раз пандемия, как раз вот этот процесс и именно инсант. Я знаю, наши учителя, христианы тоже получали от вас помощь. Для меня лично ваше обращение было, наверное, как спасение. Потому что очень много было рядом больных. В прошлом году, когда была пандемия, мы людей никак не по вере, не по национальным признакам, не разделяли. Мы все раби всевышнего. Поэтому, когда человек попадает в беду, ни нацию, ни веру исповедований, не спрашиваем же, мы оказываем помощь. Хамдул-Ля, за такие поступки, конечно, иногда чуть-чуть радуюсь. Делегацию сопровождал председатель Совета имамов города Кизляр и Кизлярского района Мурат Исмаилов. И в ходе беседы муфти региона сделал ряд наставлений. То, что в вашем сердце, там мудрость, любовь, сочувствие, доброта, такому же не научат ни в одном институте. Поэтому очень важно, то, что вы делитесь, даете возможность другим таким образованным, как мы, людям, получить частичку того, что у вас есть. Он говорил очень тихо, медленно. И вот была такая тишина, что все его внимательно слушали. Это очень ценно. Мне бы хотелось бы, вот эта чистота духовного управления, оно повлияло, как солнечные лучи, на наш Дагестан. И сохранилось единство. Спасибо огромное. Дагестанец Гамид Агаларов впервые вызван в сборную России. Сегодня форвард Уфы попал в расширенный список команды для подготовки к отборочным матчам Чемпионата мира. Об этом сообщается в соцсетях национальной сборной. Отмечу, что Агаларов возглавляет рейтинг бомбардиров Российской премьер-лиги. На счету воспитанника дагестанского футбола 8 голов в 8 матчах Чемпионата страны. Всего в 9 последних играх Гамид Агаларов забил 11 голов. 8 за клубы, 3 за молодежную сборную России. Окончательный состав на игры со сборными Словакии и Словении будет назван в конце месяца. Смотрите наши выпуски также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова